Всем привет, друзья! С вами Неломоп. Видите, Kill Monday Games это компания, которая разрабатывает игры, которая является автором игры Friendball. Я ее тоже прошел, она есть у меня на канале, полностью прохождение, ссылку я оставлю в описании. А сегодня, 22 апреля, эти разработчики нас решили порадовать новой своей игрой, вернее не игрой, а демо-версией. Это демо-версия Little Misfortune. Вот так называется эта игра. Пришло мне только что письмо, и я решил, надо как можно быстрее записать видео, вам про это дело рассказать. Демо-версия есть в стиме, Little Misfortune, вы ведете, короче, это название игры. В стиме можете найти демку и поиграть в нее, посмотреть, так же, как и я сейчас буду играть. Ну, и когда выйдет уже игра, там вы можете найти та же игру саму в стиме, получается, и нажать, что в список желаемых добавить себе. Вам придет потом новость, когда она будет уже выпускаться. Ну, или подписаться на ихнем сайте на рассылку новостей. Так, новая игра, нажимаем, смотрим. Итак, поехали. Значит, это игрушечка, так, какие-то скелеты, скелеты, земля. А, смерть показывает лисе, чтобы она шла к дереву, к какому-то, к какому-то склепу, да? Говорит, хорошо, иду. Так, и пропала. Берет свою повозку, свою тележку и шурует, собственно. Отправляется с наушниками модными, кстати, о птичках. Вот, идет, 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 идет. Что-то написано там на могилке на этой сверху. Кстати, вон шишка сидит, которая была во Фрэнбол, и это дерево было во Фрэнбол, помните? Такс, 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 такс. Опа, коснулась, и что? И что произойдет? Бабах! И все разлетелось в тар-тарары. Так, и что это значит? Портал открыла, лиса для себя открыла какой-то портал из потустороннего мира, и проникла, получается, в мир людей, что ли? Возможно, так. Теперь нас переносят в локацию, где же, собственно, наверное, будет происходить сама игра, где мы будем играть за эту девочку. Эта девочка главная героиня в этой игре. У нее очень милая внешность, я помню. Добро пожаловать в мою игру. Я буду твоим ведущим и скромным рассказчиком. Правила игры просты. Хорошо. Пройди ее до конца и получи приз. Приз какой-то еще плюс нам дадут. Ну, это хорошо. Пойдемте искать приз, но мы до конца не пройдем. О, это девочка, про которую я говорил, да? Главная героиня. А в общем, похоже на одну из ключевых разработчиков игры. Прототип. Это неудачи. Она замечательный ребенок, и из не очень замечательной семьи. Играет. Немного блесток для вас, немного блесток для тебя, и немного для меня. Печально то, что сегодня день, когда она умрет. Умрет. Чего? Знаешь, я тебя слышу. Ты слышишь? Ага. Скажи, ты внутри моей головы или что-то вроде того? Хм, ну... Ну, хорошо. Да. Хорошо. Я буду звать тебя мистер Голос. Мистер Войс. Что ты там говорил про то, что я сегодня умру? Умрешь? Нет. Никто не говорил, что сегодня кто-то умрет. Правда? Никто ничего не говорил? Знаешь, я приготовил для тебя игру. Игру? Правда? Для меня? Если ты сможешь дойти до конца игры, я дару тебе вечное счастье. По рукам? Вечное счастье? Пожалуй, я могла бы отдать его своей маме. Хорошо. По рукам. Вау. Замечательно. Потрясающе. Ты готова сыграть? Да. Первое задание. Покинуть дом. Хорошо. Я сделаю это. Так. Двигаться. W.A.S.D. Вот мы можем ходить по комнате. Задействовать помощью И или пробела. О, я могу под кровать залезть, кажись. Так. О. Смотри, это мое тайное убежище. О, впечатляет. Но зачем тебе тайное убежище? Мне не нравится, когда мама с папой сильно ругаются. Поэтому я прихожу сюда и мечтаю о дальних-предальних странах. Ясно. Так. Я люблю свою раскраску. Так. Взять раскраску, оставить раскраску Базби. Букву Б, допустим, оставить. Что будет? Мы можем еще раз... Не, оставлю ее здесь, для Базби. Ну, ты понимаешь, медвежонка. Я могу... Можем и взять ее раскраску. Можем забрать себе ее. Я возьму ее на случай, если мне станет скучно. Хорошо? О, можно взять ее, а можно не брать. Так. Медвежонок. Это Базби. Страш тайного места. Видишь его глаз? Он получил это, сражаясь с монстром. Монстром? Звучит страшно. Так и было. Так. Это мой дневник. Никому нельзя его читать. Хочешь посмотреть? Так. Это дневник ее. Допустим. Я такая милашка. Это ты все нарисовала? Ага. Так. Мне нравится играть со своими игрушками. Я люблю с ними разговаривать, потому что это весело. Бенджамин. Так. Ох. Этот лис. Да. Привет, дневник. В школе я рисовала. А дома, пока я пряталась в своем тайном месте и разговаривала с Базби, я кое-что заметила. Я увидела, как в мою комнату зашел лис. Его зовут Бенджамин, кажется. Привет, дневник. Папа снова меня обманул. Мы не пойдем сегодня в парк. Я специально нарядилась, но ему все равно. Мне грустно. Я плакала, но сказала маме, что все хорошо. Боюсь, если я скажу ей, что мне грустно, она рассердится. Иногда я не знаю, что чувствовать. Никто не учит меня, как правильно чувствовать. Хотела бы я, чтобы в школе нам рассказали, откуда берутся чувства. Но только чтобы серьезно, без сказок. Хм, да уж. Привет, дневник. Нормально ли испытывать чувства к лису? Лис Бенджамин пришел в гости, когда я играла снаружи. Мы взглянули друг на друга, и мое сердце почувствовало тепло. Меня начало тошнить. Но в хорошем смысле. Он убежал, когда мама закричала, что ужин готов. Рвота любви. Вот что это. Привет, дневник. Мой папа ударил маму. Это нормально? Я должна бить людей, которых люблю? Не думаю, что это правильно. Может, папа не видит, что причиняет боль мне, когда бьет маму? Я обещаю, что никогда не стану того, как мой папа. Сегодня я играла и воображала, что полетела в Японию на самолете. Там я увидела много интересных вещей. Я знаю про Японию, потому что мой друг японец. Он любит суши. Мне нравится, когда папа бьет маму. Мой японский друг говорит по-японски. Это весьма проблематично, особенно когда он хочет пообщаться. Нам трудно понять друг друга. Это сбивает с толку. Но он не нравится. У него есть пара милых сапог и ковбойская шляпа. Его зовут Хира, и он привидение. Я нарисовала ему картинку, но так и не отдала. Это Хира, мой японский друг. Он призрак. Так, привет, дневник. Смотри, у меня есть блестки из школы. Они суперблестящие. Мы используем их для рождественских открыток. Рождественские открытки красивые, но я не думаю, что Санта существует. Если человек может подарить что-то любому, почему он не даст еды и воды беднякам? Я видела передачу с людьми из других стран, которым нечего было есть. В любом случае, я не верю в Санту. А блестки потрясающие. Я начинаю думать, что все, вызывающее грусть или злость, можно посыпать блестками и сделать красивым. От таких мыслей мне не менее грустно. Блестки, мне нравятся мои блестки, глиттеры. Привет, дневник. Я ходила собирать помидоры с моей бабушкой. Я нарисовала красивый рисунок. Видишь? Да, очень мило. Я его еще и раскрасила. Потрясающе. Пахло очень приятно. Я видела бабочек и других насекомых тоже. Я съела два помидора и объелась. Привет, дневник. Я каталась на своем трехколесном велосипеде, но на нормальные дни денег. И смотрела прямо на солнце. После я начала плакать, потому что моим глазам стало больно. Мама сказала, что никому нельзя смотреть прямо на него. Привет, дневник. Сегодня было весело, потому что я была на озере. И видела птиц в небе. И рыбу в воде. И чувствовала попой теплую воду. Я пописала в озеро. Стало очень тепло. Было весело. Я была на озере. Привет, дневник. Как ты? У меня тоже все хорошо. Я должна сделать домашнее задание. Но не могу перестать думать о Бенджамине. Нашла фотки. Фото, где я маленькая. Как быстро идет время. Торт выглядит вкусным. Ха, взвони на это фото. Я была таким ребенком. Очень мило. Теперь я такая. Леди. И я маленькая леди. Вот. Сошел леди. Сошел леди. Идея для костюма на Хэллоуин. Леди-лисичка. Ну, чтобы быть... Чтобы... Леди-фокс. Чтобы быть леди-фокс. И чтобы дружить с этим лисом, собственно. Чтобы быть парочкой влюбленной. Да-да-да. Так, что тут мы можем еще взять? Так. А ну-ка. Магнитофон. Я люблю двигать своим телом. Хм. Это музыка, что продолжается вечно. И она такая. Дэнс. Дэнс-дэнс. Тун-ту-ду-ду-ду-ду. Так. Куклы. Смотри, я сама сделала эти бумажные куклы. Это Кимберли. Это Стивы. Они путешествуют и сражаются супер-злодеями. Так, баночка. О, мои блестки. Так. Блестки подобрали. Как она танцует смешно. Ф, чтобы бросить блестки. Видите, я могу бросать блестки иногда. Так. Что-то еще можно взять. Шкаф. Однажды я видела здесь монстра. Я показал ему палец, но он больше никогда не возвращался. Какой палец? Средний? Так. Выходим? Тут, кажется, мы все посмотрели. Прежде чем уйти, какую игрушку ты возьмешь с собой? Могу взять обе? Нет, выбери только одну. И помни, твой выбор гораздо более важен, чем ты думаешь. Ладно. Я выбираю... Единорог, камень. Берем камень. Хочу камень. Я выбираю камень, который однажды в меня бросил папа. Интересный выбор. Ага. Я называла его Стоуни, потому что он Стоун. Камень. Понял? Камень по имени Стоуни. Это очень умно. Спасибо. О, какой камень. Ха-ха-ха. Грустый камень. И кровь. Он так сильно бросил, что аж ее поранил. У него на башке кровь. О, и чтобы ты знал, я люблю сыпать блестки на вещи, чтобы они стали потрясающими. Та-дам. Счастья к всему. Блески. Такая милаха. Эй, ты. По ту, другую сторону экрана. Помнишь, я сказал тебе, что она умрет сегодня? Давай сохраним это между нами в секрете. Хорошо? У лисица пошла за окном. Видели? Так, мы вышли на улицу. О, это... Кто такая? Это бабушка. Она тоже носит подгузник. Ты все еще носишь подгузник? Нет, это было сто лет назад. Так. Сервант. Мама любит собирать бокалы. Я разбила пару, когда бегала слишком быстро. Мама узнала, кто это сделал? Нет. Но в моей ноге целых пять дней был кусок стекла. О, кусок стекла пять дней у нее был в ноге. Держивай шиф, чтобы бежать. Ой. Споткнулась. Прошу, не падай, не падай. О, разбила вазу. Проклятие, она разбилась. Это был прекрасный пример причины и следствия. Пожалуйста, не выдавай меня. Не волнуйся. Но ты можешь, ты можешь мне доверять. Хорошо, спасибо. Так, картины на стене заметили там? Так, мы можем это посмотреть. Может, я смогу ее починить? Может быть. Починить разбитую вазу. А ну, попробуем. Я сделаю это. Я делаю это. Так. О, у нас есть различные запчасти для вазы. Допустим, раз. Потом. Смотрите надо на то, какие части куда подходят. Но такая головоломка не сложная, в принципе. Учитывая то, что мы с вами еще те мастеры-ломастеры, наверняка у нас получится собрать вазу. Так. Как еще, как еще? Куда поставить? Куда поставить? Что поставить? А, не... Вот этот кусок, возможно, сюда. О, взялся. Это сюда. О, подсоединилась. Теперь нам вот этот... Вот этот, наверное. Я не могу его... О, могу. Так. Это в нижнюю часть. Так. По-моему, мы с вами собрали. Но я не могу почему-то иногда брать. Видимо, у них есть какие-то точки, где ты можешь схватить эти куски, а есть точки, где нельзя схватить. Надо как-то попасть специально, постараться очень. Так. Это у нас тут на верхнюю часть. И, собственно, цветок остался один. Но как мне его туда поставить? Внутрь его надо запихнуть как-то, видимо. И мне берется цветок слушать. О, взялся. О, собрал. Я сделала это. Хе-хе-хе-хе. Ну и ваза, гляньте-ка. Но как-то она не совсем целостно выглядит. Смотри, это я. Мама говорила, что я должна улыбаться, даже когда мне грустно. Красивая такая. Красивая. Друг моего папы был охотником, и он застрелил этого лося. Его дочь Эрика подумала, что этот пистолет был игрушкой. Она сказала, пив, пап, своей маме и папе. Потом ее родители умерли. Ей было так грустно. Короче, история нормальная. Знакомых девочка застрелила своих родителей. Так, мы вышли в кухню. Это мы были в коридоре таком, да? Фу, здесь пахнет сигаретами. Да, это моя мама. Еще она очень любит пить сок. Что ж ты готова выполнить свое первое задание? Готова. Я намерена получить этот приз. Так. Бросить блеск. Нажмите F. Это что, холодильник? О, кролики. Фу, здесь снова мертвые кролики? Когда уже папа поймет, что они мне нравятся живыми. Кролики? Закроем. Только холодильник разбораживается. Супчик. Мама, какой ужасный запах. Что это? Мертвые животные. Вот что это. О, ужас. Мертвые животные. Намет на то, что, видимо... А что, блески нужно? Что-то готовится. Намет на то, что... Ура, счастья супу. Что теперь? Я, кажется, блеск туда посыпал. Намет на то, что разработчики веганы. Так. Когда я вырасту, я хочу стать, как моя мама. Такой же любительницей пить сок. О, пример плохой от родителей. Видите? Она пьет вино, курит сигареты. О, стол. У нас был чудесный ужин вчера. Мама не была сильно пьяной. А папа сказал маме привет. А, мне привет сказал. Так. Октябрь. 11 октября. Это сегодня. Ну, то есть, как бы... Зима на дворе. Ну что, идем на улицу? Знать маме, что ты уходишь. Сказать маме, что ты уходишь. Будем послушны. Я пошла поиграть, мам. Так, идем на улицу. Вышли мы на улицу, наконец-то. Добрый день. Утро. Сейчас полдень неудача. А, хорошо. Доброго полудня. Утро. Нервный смешок. Так, мы можем в лебо пойти? Можем. Ой, только я уперся в дерево. Дальше туда пройти не могу. Ну ладно, идем тогда по улице. Какой-то тут... Прямо здесь я видела очень милого лиса. Его зовут Банджамин. Я видела его около дома, прямо за моим окном. Мне он кажется очень милым. Пожалуйста, неудача. Будь осторожна с дикими животными. Нельзя лисам доверять. Они все преступники. Что? Лис преступник? Глупости. Глупости. О, бассейн! Этот бассейн пахнет туалетом, потому что я пописала в него. Как отвратительно. Не больше, чем когда моего папу туда вырвало. Это было отвратительно. Вот это было отвратительно. Папа туда нарыгал. На футболке их логотип этой компании. О, машина. Здесь часто спит папа. В машине спит. Ого. Папа? Его там нету. По-моему, его там нету в машине. Так, котик. Я нашел котика. Идем поговорим с котиком. Привет, киса. Сюда. Иди. Иди, киса. Киса, кис, 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 кис. Кот какой-то сумасшедший. Киса, не уходи. Киса смоталась. Черная киса ушла. Проклятием, никогда не удается погладить милых животных. Так, животные ей не поддаются. Ладно, идем через дорогу. Так, прежде чем мы продолжим, тебе стоит узнать правила игры. Неудача. Хорошо. Запомни, во время своего путешествия ты сможешь выбирать. Ага, выбирай. Нет никаких понятий, как хорошо или плохо. Есть только последствия. Хорошо, хорошо, только последствия. Когда ты пройдешь игру, приз вечное счастье твой. Я готова. В свое следующее задание пересечь эту дорогу. Хорошо, это я могу. Посмотри налево, посмотри направо. Есть машины? Нет. Нет машин. Ладно, я пошла. Ну, идем. О, боже мой. Это что такое? Смерть? Нет, какое-то рогатое существо подходит к нам. Я видела монстра. Какого монстра? Я ничего не видел. Он был там, я его видела. Может, это просто твое воображение? Да, это правда. Оно у меня очень богатое. Пойдем. Мы хорошо подвеселимся. Хорошо. Так, мы стоим на дороге вообще-то. Надо отсюда... Видите, как-то тормозной путь? Машина заворачивала. О, птичка дохлая. Ворона. Смотри, птичка спит. Давай же, неудача. Пойдем. Она не совсем спит. Алло. Она немножечко того. Так, вороны что-то приземлились. А ну, кыш отсюда, кыш вороны. Я вам сказал. Сейчас вас тоже собьют. Птичка спит. Птичка уснула. Блески не помогают птичке. Ну, идем дальше. Так, что-то прилепилось к ней. К ножке. Прилипло. Это мы так по лесу идем. Мисс Фортун. Что-то все вороны дохнут кругом. Что происходит? Блеском. Посыпало. Что-то не помогло птицам. По-моему, это титры как будто бы. Или представление, кто игру сделал. Тучки. На нее дождь падает. А ей нравится. Улыбай. Улыбка такая. Такс. Ой, молния ударила. Подожгла. Какое-то здание. Ферму. Она туда тоже посыпала блески. Она думает, что они волшебные. Что-то они никому не помогают. Эти блески ее. Упал спутник с космоса. Блески тоже. Не помог мне только я бы подолглась. Что-то блески никому не помогают. Упс. Маленькая мисс Фортун. Маленькая неудача. Так. Да, это уже конец. Так я и знал. Это уже концовка у нас получается. Внизу, видите, есть все их ссылки, контакты. Сайт официальный, на который можно подписаться на обновление. Что хочется еще сказать. Есть, значит, эта игра, как я уже говорил, в стиме. Она будет в скором времени выпускаться уже полная. А есть демо-версия, которая может поиграть, пощупать каждый. Вот такие вот дела. Увидимся в следующем видеоролике. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok